Всем привет! С вами снова Сергей Рева. Добро пожаловать на канал о жизни в Швейцарии. Сегодня мы прогуляемся по одному из центральных парков Цюриха, у которого очень интересная история, ну и не всегда приятная история, скажем так. Ну что, давайте начинать! История парка начинается еще в 15 веке. Пишет, что на этой территории проводили фестиваль или соревнование молодых стрелков под названием Кнабенщисен. До нас дошли только, мне кажется, полвоходного дня, когда в Цюрихштадт, в городе Цюрих, компании работают всего лишь 4 часа в день и празднуют фестиваль молодых стрелков. Стреляют ли сейчас, соревнуются, даже не знаю. А в 1780 году, то есть в конце 18 века, по набережной реки Лимат и реки Зил, которая находится в той стороне, высадили деревья. И вот сейчас эти деревья радуют нас огромными кронами, которые спускаются прямо в реку Лимат. Напротив нас что-то строят. Мне кажется, что это часть госпиталя или какое-то медучреждение. И смотрите, строят его прямо в реке. То есть сваи торчат и проходит какая-то стройка. Ну даже не знаю, что это. Но! Вы посмотрите, что у нас тут происходит. Это же подснежники, если я не ошибаюсь. Здесь, посмотрите, предвестники весны. Постепенно начинается весна. Конечно же грязновато в парке, потому что я гуляю здесь в воскресенье утром. В субботу здесь тусуется народ. Рестораны закрыты. Все закрыто, поэтому в основном люди гуляют по паркам, приходят посидеть сюда. Ну и некоторые, конечно же, оставляют за собой мусор. Вот еще небольшие цветочки. Красотища! Отсюда вы можете отправиться в прогулку по реке Лимат, но только, по-моему, с апреля. Довольно глубоко здесь. Метра три, кажется. Ничего себе! В конце 80-х, в начале 90-х, этот парк приобрел не очень хорошую популярность. Его называли Нидлпарк или Игольный парк, потому что здесь собирались торговцы наркотиками и наркозависимые люди. Иногда их численность доходила до 3000 человек. В 92-м году правительство решило принять серьезные меры. Парк закрыли, обнесли забором полностью со всех сторон, расчистили его, очистили от мусора, который здесь был. Ну, вы можете себе представить, какой здесь был мусор. Но на этом наркозависимые и дилеры не остановились. Они поднялись чуть дальше по реке Лимат, в ту сторону. Но в 95-м году и ту лавочку прикрыли. Поэтому середина 90-х, это уже не Нидлпарк, не Игольный парк, а просто Центральный парк Цюриха. Мы с вами подошли к другой стороне парка, где он заканчивается. И здесь тоже видно есть забор. Парк на ночь закрывают до сих пор. То есть здесь ночью вы не погуляете. Посмотрите, как хорошо. Культурные люди. Места в мусорнике нет, все собрали сверху. Ну, молодцы. Могут же, когда хотят. С этой стороны парка стоит такой фонтан, я его называю танцы, потому что похоже, что здесь кто-то танцует. Река Лимат. Небольшой пешеходный и велосипедный мостик. И дальше есть дамба. Мне кажется, что часть реки Лимат соединяется вместе с рекой Зил, которая течет с этой стороны. Вот, смотрите, какая здесь интересная конструкция. Кстати, с той стороны реки находятся пляжи. И летом, если вы приезжаете в Цюрих, вы можете здесь увидеть очень много людей, которые прыгают либо с моста в воду, либо с того парапета. Здесь тоже загорают. Прямо кладут полотенца, загорают. И без проблем здесь можно купаться в реке Лимат. Но довольно глубоко. Мне кажется, метра три, но я точно не знаю. И нет никаких отметок, где можно было бы посмотреть. На территории парка есть несколько памятников и даже детская площадка. Несмотря на такую неприятную историю парка. Несколько лавочек. Место для игры в шахматы. И детская площадка. Мы с вами находимся сразу за национальным музеем. И вот там дальше видно поезда. Это уже центральный железнодорожный вокзал Цюриха. Для меня, конечно, это было очень удивительно, что, смотрите, прямо в самом центре, в 90-х годах, здесь творился вот такой вот кошмар. Ну, это как-то очень странно. Смотрите, как красиво рассвет. И видно башни музея. С вами пройдемся вокруг к музыкальному павильону. Здесь постоянно какая-то стройка. Еще с прошлого года что-то ремонтируют, что-то строят на территории музея. Я надеюсь, к весне или к лету это все закончится. И вот эту территорию откроют. Музеи у нас пока закрыты, потому что действует карантин. Только с 1 марта открываются музеи, будут действовать ограничения по количеству посещающих человек. Конечно же, все должны быть в масках. Ну, а только с 22 марта у нас планируют открывать тренажерные залы, кафешки, рестораны и такую вот сферу услуг. А пока действует карантин и нужно соблюдать правила. Смотрите, какая красота. Никого нет. Обожаю гулять с утра по паркам, по разным местам, когда нет людей. Какой-то ассоциал на траве иний. Довольно прохладно с утра, но днем у нас очень тепло. Мы с вами подошли к музыкальному павильону. Его выстроили, по-моему, еще в 1880 году. Мне кажется, здесь сидел оркестр и радовал людей классической, а может быть и не классической музыкой. Сейчас в павильоне обычно народ обедает, потому что все закрыто, люди приходят пообедать в парке и в павильоне я видел, несколько человек обедали. Ну, конечно же, смотрите, там прямо внутри стоит мусорка и все равно особо одаренные оставляют мусор вокруг. Подснежники уже постепенно выходят. Начинается весна. Птички поют, подснежники растут. Ну, красотища! Да еще прохладно. По утрам у нас где-то минус один. Видно, что вот вся трава покрыта инием. А днем температура поднимается где-то до 15, даже 17 градусов. Ну, конечно же, если на солнце. Ну что, друзья, на этом все. Я надеюсь, эта небольшая прогулка по парку Плацшпиц или печально известному, как Игольный парк, вам понравилась. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. Ну и до новых встреч! Пока! А я пойду пить кофе. Потому что что это такое? Воскресенье. 8.48, а я еще даже и кофе не попил. Кошмар, безобразие. Кошмар, безобразие.